МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты такой красивый! Не смущай меня. Это ты, красавица. Самый неподходящий момент, как всегда. Да, дочка, слушаю. Папа, пожалуйста, возвращайся домой. Катя, почему ты плачешь? Что случилось? Мне звонила мама. С ней происходит что-то странное. Она говорит, что не хочет возвращаться. Что происходит? Вы меня что, совсем не любите? Вам все равно, что со мной, да? Максим, тут нужно расписать терапию для больного из шестой палаты. Настя, постой. Извини, пожалуйста. Ты вчера так старалась, все приготовила, а я, я грубо-черстый сухарь. Ну ладно, Максим, ну о чем-то. Мы очень хорошо провели время. Извини, ты вчера хотела сказать что-то важное. Я заснул. Что ты хотела сказать? А, да нет, ничего особенного. Хотела пожелать тебе спокойной ночи, и все. Наташ, Наташ, оставь посуду в покое. Да не надо, не надо, Рит, я сама. Ты отдыхай, я... Это, кстати, успокаиваю. Наташ, ты что, нервничаешь? Что случилось? Представляешь, мне Андрей вчера на грубе. Это возраст такой, он пытается утвердить свою независимость. Правда, не всегда удачными методами. Нет, это он меня наказывает. Господи, да за что? За то, что мы поссорились с Максимом. Он целиком и полностью на его стороне. Это просто мужская солидарность. Я так не думаю. Он? Он меня осуждает во всем. Говорит, что я виновата. Да, виновата. А в чем? Уже очень долго Максим тебя ждал. Вот, и ты меня в этом видишь. Да ну нет, ну... Мне просто интересно, что будет дальше. Слушай, ну когда ты уже помиришься с Максимом? Ну, не знаю. Он избегает меня. Он не звонит, не приходит. Я не знаю, что будет дальше. Все. Алло. Здрасте, Наташа. Это доктор Тимофеев беспокоит. Добрый день, я вас узнала. Наташа, у меня к вам очень важный вопрос. Скажите, вы сами-то когда в последний раз медицинское обследование проходили? Дайте подумать. Ну, когда ходила беременную своим сыном, а что? Наташа, скажите, а вам не кажется это, ну, странным? Может быть, кардиограмму сделаем для приличия, что ли? Николай Александрович, ну вы выбрали оригинальный способ, чтобы познакомиться ближе. Ну, честно говоря, я другого способа не знаю. Хотя знаю, пригласите меня к себе в гости. А приходите. Счастливо, Наташа. Ну вот, самый гениальный хирург современности хочет со мной пообщаться. Да? А я думала, лучший хирург современности Максим. По сравнению с Тимофеевым, Максим, он... Что? Нет, ну Максим, конечно, тоже молодец. Ладно, пойду я переоденусь. Ребят, привет. Привет. Я где-то здесь сегодня утром оставил свой пиджак. Угу, он там. Ага, спасибо. Либо... Смотри, сразу видно, мужчина собрался на свидание. Просто у меня сегодня встреча с очень красивой и умной девушкой. Ну, как я выгляжу? Ну, так себе, на троечку. Все, коллеги, побежал. Удачи. Всего хорошего. Ну вот. Видишь, все влюбляются. Даже сам Тимофеев влюбился. Настя, давайте тоже сходим. До свидания. Давайте. Богдан, мне, наверное, придется вернуться домой. Прости меня. Не надо извиняться. Я знала, на что иду. Я знала, что у нас ничего не получится. Просто я не могла сдержаться. Мне Катю жаль. Она переживает за меня, за Ларису, понимаешь? Хочет нас помирить. А тут в один момент родители исчезли. Она не понимает, что происходит. Конечно. Конечно, ты должен объяснить, что происходит с своей дочерью. У тебя изумительная дочь. Я видела ее на фотографиях. Она очень похожа на тебя. И я очень хочу, чтобы она была счастлива. Простите. Я просто не могу спокойно осмотреть, как вы грустите. У вас должна быть очень красивая улыбка. Может быть. Давайте проверим. Как? Нужно было всего лишь улыбнуться. Я был прав. У вас удивительная. У вас умопомрачительная улыбка. Спасибо. Мой деловой партнер, он, как всегда, опаздывает. Вы не будете против, если я ненадолго, я присяду рядом с вами. Хорошо, садитесь. Я обещаю вас еще раз мешать. Ну, как ты успокоилась? Я рада, что хотя бы ты вернулась домой. Не переживай. Все будет хорошо. Да? У вас с мамой будет хорошо. У нас у всех будет хорошо. А ты мог бы завтра не идти на работу? Мне мама звонит каждый день. Если ты будешь рядом, я тебе сразу передам другу. Дочка, у нас у каждого есть телефон. Если бы мы хотели с мамой поговорить, мы бы уже давно это сделали. Даже без твоей помощи. Понимаешь? Мне кажется, она очень страдает. О, там. Вы любите танцевать? Иногда это доставляет мне удовольствие. Разрешите вас пригласить? С удовольствием. С удовольствием. В иной. В иной. В иной. В иной. В иной. cr-клай. За что выпьем? А давай выпьем за наше сокровенное желание. Вот больше всего на свете я хочу вернуть себе ресторан. И наказать эту выскочку Наталью Бондарчук. А ты? А я сначала хотела наказать Ларису. И отобрать у нее мужа. Но сейчас я, наверное, правда хочу замуж за Сашу. У тебя счастливый голосок. Да, мой папа вернулся домой. Вот видишь, я же говорил тебе, что все наладится. Когда я тебя увижу? Скоро. Я по тебе очень соскучился и не могу так долго ждать. Ну, значит, очень скоро. Куда пойдем? Я хочу пригласить тебя в гости в общежитие железнодорожников. В общежитие? Зачем? Ну, там прошло мое детство. Еще там живет моя почти бабушка Аня. Я хочу вас познакомить. Придешь? Конечно, приду. Ну, тогда собирайся. Я буду тебя ждать. Хорошо. До встречи. Целую тебя. Мы вроде как в кино собирались. Прости меня, пожалуйста. Я за ним так соскучилась. Тем более он собирается меня познакомить со своей почти бабушкой. Как это почти? Я сама пока не понимаю. Мне нужно переодеться. Подождешь меня? Вместе выйдем. Конечно, подожду. Так, Лариса Семеновна, где же вы? Ага, вот вы-то мне и нужны. Стасик, ты не можешь. Ого! Вы точно играете в первый раз? Ну, я же вам говорила, а что? Я тихо радуюсь, что мы с вами играем не на деньги. Иначе вы бы меня разорили. Вы играете как заправский бильярдист. Ну что вы, ей-богу, мне совершенно случайно повезло. Партия. Я проигрался в пух и прах. Лариса, разрешите меня вас угостить ужином? Разрешаю. Да, да. Ой, Андрюшенька, родненький. Здравствуйте. Погоди. А почему это ты один? А где девушка, которую ты обещал привезти? Все хорошо, она уже едет. Едет? Как ваши дела? А какие у меня могут быть дела? Все по-прежнему, все хорошо. Здрасте, Анна Петровна. Меня мама послала за визитками для салона. А что, у вас закончились? Люденька, проходи, дочь Никольевна. Я сейчас там. Не узнаешь? Да это же Андрюша. Вы с ним так часто играли, когда были маленькие. Забыла, да? Нет, я все помню. Привет, Андрей. Пока, Андрей. Спасибо, я побежал. Ага. Это дочь Аллы Николаевны и Бориса Тихоновича? Ага. Почему? Почему глаза такие заплаканные, лицо несчастное? Что случилось вообще? У нас тут стихийное бедствие. Ага. В общем, так. Бедная девочка влюбилась в Максима Леонидовича. Ага. Проходу ему не дает. А он, бедненький, что ж только не делал. И разговаривать с ней пробовал. Даже девушку из своей больницы приводил. Ну, якобы невесту. А Люся все никак не может успокоиться. Да. Ну, вот почему? Почему все влюбляются в Максима? Все, кроме моей мамы? Да. Да-да. Извините. Вот и Катя пришла. Катя, проходи, проходи, не стесняйся. Знакомьтесь. Это моя любимая бабушка. Здравствуйте. Анна Петровна. Бабушка. Это Катя. Моя любовь. Ай. Очень приятно, Катенька. Здравствуй. Я признаюсь, сегодня сбылась моя мечта. Я давно хотел напроситься к вам в гости. Всегда было интересно, как живет эта волшебница. Возвращающая людям красоту и молодость. И как вам моя пещера? Уютно. Красиво. Вам теперь будет трудно меня выпроводить. Мне у вас очень понравилось. А я не собираюсь вас выпроваживать. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, Наташа. Кстати, по поводу обследования я не шутил. Завтра мы можем сделать УЗИ, кардиограмму, ну и общий анализ крови. Вы же врачи, вы должны понимать, насколько важны профилактические осмотры. Нет, на кардиограмму я, может быть, соглашусь. А с анализами нет уж, увольте. А что такое? Что такое? Не доверяете? Мы как раз новое оборудование закупили. А у нас тоже хорошее оборудование. Правда, не весь спектр частично. Но зато у нас очень хорошая химическая лаборатория. И знаете ли вы, что мы сейчас патентуем три новых крема? А, и как? Сложно? Семь кругов ада. Вот только пирожные спасают. В свою лабораторию пригласите. А вы свое оборудование покажете? Обязательно. Ну что, будем дружить? Лабораториями? Договорились. Знаешь, я не думала, что Анна Петровна окажется такой доброй, что она меня так хорошо примет. Я ей как внук. Она меня очень, очень любит. А значит, любит и тебя. Слушай, а правда, что косметический салон открыл два мала? Да. Но я тогда был очень маленький. Откуда такое странное название? Запасной путь. Я уже не помню. Наверное, что-то связано с железной дорогой. Точно. Общежитие железнодорожника. Мне там очень понравилось. Да и вообще, у тебя так много друзей. Да. Замечательные друзья. Стоп. А вот это идея. Извини, пожалуйста. Кать, я... У меня срочное дело. Прости, пожалуйста, я... Я перезвонил. Все, давай. Прости меня. Пожалуйста, не обижайся. Все. Люся, привет. Уже здоровались. Знакомься. Это Леня. Очень хороший парень и мой друг. Ему надо постричься. Леня, это Люся. Очень хороший мастер. Будущий мастер. Будущий очень хороший мастер. И прекрасная девушка. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Ну, Андрей, я... Я только училась. Ты очень хорошо учишься. А значит, все получится. Все, ребята, приступайте. Скоро вернусь. Хорошо. Какую стрижку будем делать? Максим, это меньшее, что я могу для тебя сделать. Вот так вот нужно держать внизу. А вот так вот отбивать. Сможешь? Внизу? Да. Вот так. Молодец. Может, потом покажешь, да? Хорошо. Слушай, спасибо тебе, что ты согласилась со мной позаниматься. Андрей играет хорошо в теннис. А я хочу научиться, чтобы в паре с ним играть. О, девчонки, привет. 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 Красивые такие. Рад тебя видеть, Катя. Слушай, а хочешь со мной в кино сегодня? Не хочу. Понял. Вопрос задан неверно. Пошли со мной сегодня в кино. Не пойду. Завтра? И завтра, Паш. Пригласи кого-нибудь другого. Я с Андреем помирилась. А, с Андреем помирилась. Опять. Понял. То есть тебе нравится проводить время с ублюдками и идиотами, да? Ты что сказал? Что слышала? Ты сейчас очень точно себя описал. Ты дурак? Я специально ее притащила сюда, чтобы вы встретились. Теперь она тебя даже видеть не захочет. Тоже мне принцесса. Не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Паша, ты дурак в квадрате. По-плохому ты от нее тем более ничего не добьешься. Так о чем мне делать? Не спешить. Я знаю, как ее разлучить с Андреем. Саша, а Лариса не объявлялась? Нет. Ты не думала ее искать? Ну, вдруг что-то случилось. Я волнуюсь. И дай бог, она с собой что-нибудь сделает. А вы не волнуйтесь, Елена Сергеевна. Она с собой ничего не сделает. Она слишком любит тебя. Не будь жестоким. Ну, что плохого она тебе сделала? Знаете, что, Елена Сергеевна? Когда-то давно она разлучила меня с одной глупенькой девчонкой, которую я очень любил. У нас был сложный период в жизни, а она взяла и воспользовалась. Она очень хороший манипулятор. Но она все-таки тебя любила и сейчас любит. Недавно я встретил эту девчонку. Она изменилась, поумнела и понимает меня с полуслова. Вот в ней говорит чуткость и любовь. А в Ларисе самолюбие. Ну, надо все-таки спросить у Андрея, почему он решил тогда, что мне нужно постричься. Ну, счастливое совпадение. Я ему очень благодарен. Если бы не он, не встретил тебя. Эх, было бы хорошо, если бы у них с Катей все наладилось. А что случилось? Они что, поссорились? Нет, там гораздо круче. Они как Ромео и Джульетта. Любят друг друга, а семьи враждают. Ну, хорошо, что наши семьи не знакомы. Привет. Привет. Ты когда заканчиваешь? Ну, где-то через час. Я тебя подожду. Хорошо. Где наша дочка? Где она? Не поверишь, в библиотеке. Вот как бабка пошептала. Сидит над книгами и день и ночь. Готовится к поступлению, представляешь? А Максиме и думает со мной. Уже настроение хорошее. Ну и слава богу. Чтобы я ей всыпал. Ой, Боря, кто поговорил? Это ты ее за всю жизнь ни разу не наказал. Ну, ладно. Это правильно. Детей надо воспитывать в любви, а не в строгости. Они должны иметь хоть какие-то рамки. Как я люблю, когда такая строгая. Солнышко, мой. Спасибо тебе за то, что ты за меня вышла. Ой, не устояла. Я в коридоре, в коридоре подожду. Давай. Давай. Ой. Я слушаю. Алло, Лариса Семеновна, меня зовут Ивана. Я подруга Кати. Мне нужно очень срочно с вами поговорить. Что-то случилось? С Катей все в порядке? Нет, не волнуйтесь, пока ничего страшного не произошло, но все может быть. Угу. Я вас поняла. Я вас жду. Записывайте адрес. Здесь мы готовим опытные партии кремов и мазей. Угу. Это гидролаты. Масла мацераты, ромашка, календула, сафора. Угу. Сбор разных трав. Мацераты. Да, еще древние заметили, что растение охотно отдает полезные вещества масла. Наташ, вы просто настоящая фея. Ну. Но, честно говоря, я испытываю некоторое недоверие к гомеопатии. А зря. Я вам это докажу. Травы великолепно лечат. Иногда быстро, иногда медленно, но уверенно. Это очень толкая наука. Пойдемте, я его кое-что покажу. Привет. Здравствуйте. Проходи. Присаживайся в кресло. Лариса Семеновна, вы прекрасно выглядите. Это понятно. Что ты хотела сказать? Лариса Семеновна, только поймите меня правильно. Я лучшая подруга Кати. и я не могу спокойно смотреть на то, как она себя губит. А в чем дело? Катя встречается с парнем. И кто он? Лариса Семеновна, вы хорошо себя чувствуете? Я просто опасаюсь за ваше здоровье. Говори, говори. Катя влюблена в Андрея Бондарчука и тайно встречается с ним. А ты ничего не путаешь? К сожалению, нет. Знаете, я бы так сильно не переживала, если бы я знала, что он ее любит. Но ведь это не так. Катя просто слепая. Она называет себя его невестой. А он подло, в открытую просто смеется над ней. Но этого не может быть. Не может. Я не верю. Они будут сегодня вечером в теннисном клубе. У Андрея тренировка. Приходите, и вы сами все увидите. Буду видеть, да? Конечно. Здорово. Не хочу оставлять тебя ни на секунду. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Катя, как ты можешь целоваться и за этим ничтожеством? Мама. Лариса Симоновна, а вам еще не надоело меня оскорблять? Я еще не начинала. Отойди от моей дочери и больше к ней не приближайся. Мы с Катей любим друг друга и хотим пожениться. Ты гаденыш, ври кому угодно, только не мне. Я вашу семью поганую хорошо знаю. А как ты можешь так говорить? Ну что тебе Андрей сделал? Слушай, он пока еще мне, слава богу, ничего не сделал. Марш домой. Я никуда не пойду. Лариса Симоновна, а давайте себя вести более цивилизованно. Я так поняла, ты хочешь проблем, да? Я тебе их организую. А ты знаешь, что она несовершеннолетняя? И через два месяца будет восемнадцать. Неважно. Еще раз к ней приблизишься, я пойду в полицию и напишу на тебя заявление. и тебя посадят за то, что ты ее пытаешься совратить. Понятно? А вы гораздо подлее, чем я думал. Я не хочу, я не буду тебя слушать. Будешь, как миленькая. Как ты можешь со мной так поступать? Это для твоего же блага. Южу, ты не понимаешь, я люблю его. Я не хочу больше ничего слушать. этого вырубка. В машину быстро. ты маленькая дурочка. ты не понимаешь, что тебя используют как орудие мести. Это неправда. Андрей любит меня. Это все твои фантазии. Делай, что хочешь, я его все равно не брошу. Катя, где твоя гордость? Где достоинство? Ты, Кажа, ты не понимаешь, что он для меня все, что он и солнце, и луна, что он весь мой мир. Это все романтические бредни. Я тебя предупреждаю. предупреждаю. Если еще раз я тебя с ним увижу, я его уничтожу. Стой! Ты куда? Сразу слышно. Пришла моя жена. Будь моя воля, я вообще не возвращалась. И что же заставило тебе изменить свое решение? А тебе ничего нельзя доверить. Даже нашу взрослую дочь. А что случилось? Катя в полном порядке. А ты, наверное, не знаешь. Не знаешь, что она крутит роман с Андреем Бондарчуком? Не знал. Кто б сомневался? Катя влюбилась? А я рад. Рад, что она влюбилась. Ты скажи, ты правда идиот? Или ты притворяешься? Привет! Что случилось? Я не знаю, как жить дальше. как только у нас с Андреем все наладилось, появилась мама, устроила страшный скандал. Я никогда не слышала, чтобы она так кричала. Она обзывала Андрея гадкими словами и ударила его. Я запретила навстречаться. Катюш, не волнуйся. Все будет хорошо. Надо дать ей остыть. Время лучше лекарства от всех неприятностей. Вы так думаете? Да я в этом уверена. Я не понимаю, это что? Правда, одобряешь их связь? Я уважаю чувства нашей дочери. Она вправе сама решать, с кем ей жить и кого любить. Я не закончила. Что еще? А тебя не смущает, что ее избранник из дурной семьи, а его мать безнравственная женщина? Лариса, Андрей, сын Дмитрия и Наташи. Нет. Участие моего брата в этой истории весьма сомнительно. А Наташа всегда останется матерью-одиночкой и безнравственной женщиной и поломойкой. А ее сын он останется невоспитанной безотцовщиной. Всегда. Все эти дрязги уже давно в прошлом. Нет. Времена меняются, а понятия о приличиях нет. И приличные люди всегда не уважают людей без принципа. Лариса, очнись. Ты калечишь жизнь своей дочери. Я тебя предупреждаю, я этого не допущу. А я смотрю, тебе на все плевать. И на нашу семью, и на нашу дочь. Интересно, кто же та женщина, из-за которой ты лишился остатком мозга? Это разговор глухого с слепым. Привет. Привет. Слушай, можно я у тебя поживу? Конечно. Мама узнала об Андрею. Закатила скандал. Короче, дома мне вообще нельзя. Конечно, оставайся. А откуда она узнала? Без понятия. Сдал кто-то. Даже надо было подложить такую свинью. Бывают же люди. Приятного аппетита. Спасибо. Такая нежная. Кстати, где Андрей? В библиотеке. Ну, в сессии. Ты лучше расскажи, как твои дела. Прекрасно. Тимофеев приходил внести, а тут красоты. А тебе не кажется, что он ухаживает за тобой? Ерунда. Тимофеев очень серьезный человек. И у нас сугубо профессиональный интерес. Ничего личного. Ты хоть сама веришь в то, что сказала? Мать Кати это настоящая катастрофа. Она меня презирает, ненавидит и считает подлецом. За что? Не знаю. Мы-то виделись. Всего лишь пару раз в жизни. Она нормальная вообще? Сомневаюсь. Адекватные люди себя так не ведут. Я очень, очень переживаю за Катю. Слушай, мне кажется, ты преувеличиваешь. Катя ее дочь. Она же не враг своему ребенку. Знаешь что? Если бы ты с ней пообщался, ты бы тоже переживал за Катю. что будем делать? Бороться? Что бы ни случилось. Милая моя, больше всего на свете я хочу. Остаться с тобой и никуда тебя не отпускать. Я бы тоже этого хотела. Но сейчас ты нужен своей семье. Тебе нужно вернуться домой и бороться за дочку. Только ты меня и понимаешь. За это я люблю тебя еще больше. Валентина Степановна. Когда Катя придет, я приказываю вам ее запереть. и никуда не отпускать. Лариса, доченька, я редко вмешиваюсь в ваши дела, но позволь мне сегодня дать тебе совет. Я кажется, ясно выразилось, что нужно делать. Мне не нужны ваши советы. Катю нужно запереть и все. алло, папа. Дочка, привет. Папочка, как хорошо, что ты позвонил. Катюш, ты чего мне не сказала про Андрея? А тебя сначала не было дома, потом ты был занят. Не хотела тебя беспокоить. Ясно. Ты прости меня. Я, наверное, не самый лучший отец, но... Но я хочу, чтобы ты знала, что я не против ваших отношений. Правда, что ли? Конечно, правда. Но если вы друг друга любите, зачем стоять у вас на пути? Если бы ты знала, какой нам мама устроила скандал. Каких гадостей она Андреевна говорила, дарила его. Я не представляю, что мне делать дальше. Ты, главное, успокойся. Мама расстроена, она... Она нездорова. Но я не позволю ей вам помешать. Да? Ты скажи, когда ты будешь дома? Не сейчас. Пусть она успокоится, а я поживу у подруги, хорошо? Хорошо. Я люблю тебя. Пока. Пусть она успокоится, а я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. С вами поговорить. Я слушаю. Нам с Катей нужна ваша помощь. Что-то случилось? Нет. Видите, не случилось. Да, случилось радостное событие. Ваша внучка влюбилась. Ну и слава богу, это же очень хорошо. Да, да, это прекрасно. Но вы очень удивитесь, когда узнаете в кого. Так, Саша, я начинаю волноваться. Да нет, вы не волнуйтесь, он хороший, добрый парень. Они очень подходят друг к другу. Ну говори уже, наконец, кто он. Он? Андрей. Ну, он так. Андрей. Сын Дмитрия и Наташи. Да ты что? Вот она, жизнь полная неожиданностей и сюрпризов. Да. Это ж надо, чтобы судьба распорядилась таким образом, что эти двое встретятся и полюбят друг друга. Что здесь скажешь? Чему быть того не миновать? Это да, но с точки зрения морали, закона, все нормально. Там, они не связаны кровными узами, ваша Лариса приемная дочь. Но Лариса против, понимаете? Категорически против их связи. Ну ты ну что? Пойдем. Семен Кузьмич, может, не сейчас, а? Лариса, у меня к тебе очень серьезный разговор. Да, папа. Послушай, хорошенько запомни. Я запрещаю тебе вмешиваться в личные дела Кати и Андрея. Понятно? Папа. Не перебивай. Андрей достойный молодой человек. Наша семья перед ним очень не виновата. Перед ним и перед его матерью. Саша, помоги папе вернуться в комнату и принять лекарства. Папа, я тебя очень люблю и очень уважаю, но сейчас ты вмешиваешься в мои отношения с моим ребенком. Семен. Пойдем, пойдем. Идем, идем, идем. Саша, помоги, пожалуйста. Идем, ты сейчас ляжешь. Пойдем. Осторожно. Не надо, я сам. Семен. Двадцать один, двадцать два, двадцать три. Нет, ну ты слышала? Ты слышала, как она со мной разговаривает? Она меня, она меня ни во что не ставит. Выпей. Так. Я, я поверить не могу, что слышал это собственными ушами. Я прошу тебя, успокойся. Может, и вправду лучше не вмешиваться. Ну, пусть они сами разберутся. Не вмешиваться? Нет, я пока что еще хозяин в своем доме. И если моя дочь забыла об этом, то я ей напомню. Как ты позволяешь себе общаться с отцом, а? Так, как считаю нужно в данном случае. А ты не рассчитывай, развод ты не получишь. Тебе не удастся от меня отделаться. Я не собирался ни уходить, ни просить развод. Я вернулся в семью только из-за дочери. И прошу тебя не портить ей жизнь. А что, любовь на стороне закончилась? Нет, не закончилась. Она только крепче и сильнее. И ты можешь продолжать дальше радоваться. Я никуда от тебя не уйду. Я готов терпеть все. Ради дочери. Быстрее шевеляешься, как муха сонная. Расторопней надо быть. Простите. Похоже, наша хозяйка сегодня не в себе. Точно. Вот он, шанс. Ну, давай, Катя. Возьми трубку. Черт. Ну, ты у меня получишь, несносная девчонка. Да. Добрый день, Лариса Семеновна. Коллектив ресторана рад вас приветствовать. За время вашего отсутствия ресторан работал спокойно, без эксцессов. Скопились кое-какие бумаги на подпись. Подпишешь? Что за документы? Ну, так, формальность. Тебя же часто нет на работе. Поэтому мне приходится отдавать кое-какие распоряжения по поводу закупки продуктов, сдачи полотенец, скатертей, химчистку. А без меня вот это решить нельзя? Нет, Лариса, к сожалению, нельзя. У меня нет права подписи на документах, накладных. Алло, Катя, это ты? Нет, это не Катя, это твой отец. Где ты сейчас? В ресторане. Мы не закончили разговор, и ты позволила себе уйти. Я сейчас сижу дома и жду тебя, чтобы закончить разговор. Папа, ну у меня накопилась масса дел. Никакие отговорки не принимаются. Сейчас нет важнее дел, чем дела нашей семьи. Ты должна немедленно вернуться домой и зайти в мой кабинет. Черт, ну что делается, а? Что-то случилось? Чего? Вот, держи. Теперь ты можешь без меня заказывать продукты и отправлять скатертью в химчистку. Спасибо, удачи. А вот меня уже удача посетила. Ну, держись, Лариса. Алло, Елена Сергеевна, здрасте. Димочка, ты? Да, доброе утро. Ну, у нас уже вечер. Я рада, что ты позвонил. Скажите, как папа, как сердце? Неважно. У нас в доме постоянные ссоры, у отца сегодня был приступ. Все серьезно так? Я думаю, обойдется, но... Слушайте, я спешу сейчас очень. Давайте я вечером с работы приду, позвоню вам, ладно? Вы там привет всем передавайте. Счастливо. Что случилось? Домой в Россию звонил, папа приступ был. Так, может, съедем туда вдвоем? Проведаем их и заодно ты познакомишь меня со своей семьей? Давай, я подумаю. Сейчас смешу, сейчас уже... Лариса, что происходит? Я не узнаю тебя. Скажи, какое право ты имеешь диктовать своей дочери, как ей жить? Я имею полное право. Я ее мать. Я дала ей жизнь. И я не собираюсь спокойно смотреть, как она будет эту жизнь коверкать. Лариса, опомнись. Кого ты хочешь исчастливить? Твой ребенок тебя возненавидит. Я знаю, что сейчас вы все против меня. Но я сделаю так, как я решила. Ты уже почти разрушила свою семью. А теперь рушишь жизнь своей единственной дочери. Я не для того ее рожала и воспитывала, чтобы отдать в жены этому отребью. Папа, если у тебя все, я пойду. Счастливо оставаться. Где эта уборщица? Простите, что? Рит, оставь нас. Чем обязана? Да вот пришла тебе лично сказать, что твои коварные планы не осуществятся. А это вы о чем? Хватит дурой прикидываться. Это ты подослала своего сынка, чтобы он соблазнил мою дочь. Порошиловым хочешь отомстить? Ничего у тебя не получится, потому что ты жалкое ничтожество. А твой сын подлец. А какое право вы имеете врываться в мой дом и оскорблять меня и моего сына? А, правда глаза режет, да? А я смотрю, ты на все способна, чтобы втереться в нашу семью. Да что вы! Я 20 лет пытаюсь вас забыть, а вы не даете. Зачем твой сын уевается за Катей? Зачем? Бред. Я сама видела, как она за ним бегает, а он не знает, куда от нее спрятаться. Ах, вот как, да? То есть, по-твоему, это Катя бегает за твоим сыном, да? Да я убью твоего сынка, ублюдка. Что ты сказала? Я сказала, что я его убью. Не смей трогать моего сына. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...